В регионы поступает обновленная банкнота номиналом в 100 рублей. Жителям Тверской области она интересна тем, что впервые на отечественных ассигнациях отражена достопримечательность Верхней Волжи. Роман Быков максимально подробно рассмотрел новинку. Времена меняются и деньги меняются тоже. Так, перефразируя древних, можно сказать о внешнем виде отечественных купюр. Ушли в прошлое пышные дореволюционные, а затем в советские и сталинских времен ассигнации. Их сменили банкноты сначала образца 61-го, а затем и 90-х годов. Но теперь и на место последних приходят купюры нового образца, навороченные не с точки зрения узоров, а мир защиты. Очень интересный элемент расположен на коричневом поле банкноты. И вот если вы будете смотреть под острым углом, вы увидите число 100. Каждая цифра из которого выполнена в разном цвете. И затем перевернете банкноты на 180 градусов, вы увидите те же самые цифры, но уже другого цвета. И так на каждом шагу кручу-верчу, проверить хочу. Полно моментов, которые можно разглядеть только под определенным углом. Тут и микроизображение, и микротекст, невоспроводимый при подделке, и символ рубля. Много выпуклых элементов, или, как говорят в ЦБ, выполненных с повышенным рельефом. Чтобы плохо видящим гражданам было удобнее определить номинал. Но, конечно, на Новой Сотке есть и традиционное изображение символов Родины. На лицевой стороне это Спадская башня и здание МГУ. А наоборотный, к вящему удовольствию жителей Тверской области, Ржевский мемориал. С 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года, по разным данным, погибло около миллиона советских воинов. Ржевский мемориал – это один из символов памяти и преклонения перед великим подвигом советского солдата. Кроме того, сотрудники ЦБ уверяют, что можно разглядеть даже Куликово поле, а также самовар, и пряник, и кокошник, и даже древнерусский шлем. Словом, не купюра, а то ли поэма, потому как на каждом квадратном сантиметре здесь русский дух, здесь Русью пахнет, а то ли авторское кино, потому что каждый элемент, любая цифра, что-то дозначит. Сверху банкноты есть цифры 20-22, год выпуска банкноты. И еще такой очень интересный момент. Спадская башня, стрелки на циферблате находятся в положении 20 часов 22 минуты. Это год выпуска банкноты 20-22. Эта старублевка уже вовсю поступает в обращение, что, наверное, несколько замедлит работу продавцов на кассах магазинов. Им с непривычки придется подольше рассматривать новые деньги, пытаясь разглядеть, есть ли там знак рубля, и правильное ли время до минуты показывают стрелки часов Спадской башни.